Привет, друзья! Меня зовут Александр, я автор сайта guitarplus.ru На этом сайте вы найдёте множество полезной информации, которая поможет вам в кратчайшие сроки освоить гитару. В этом видео я хочу дать пару советов начинающим, возможно, не только начинающим гитаристам, которые задаются вопросом или тех, которых интересует вопрос, о том, как правильно извлекать звуки на гитаре правой рукой и где лучше всего держать правую руку, каким образом. Первый совет будет касаться качества звучания или, можно сказать, тембра подачи звука. Смотрите, в зависимости от того, где вы держите руку и, соответственно, извлекаете звуки, будет меняться звучание. Вот, например, возьмём аккорд ля-минор. Вот у нас обычное звучание. Если мы передвинем руку немножечко ближе в сторону ладовых порожков, у нас звук будет более мягкий, бархатный. Если же мы подвинем ближе к нижнему ладовому порожку, к подставке, у нас звук будет более металлический призвук иметь. А здесь у нас он наиболее уравновешенный, поэтому большую часть произведений можно играть в этом районе. Если вы хотите где-то, допустим, минорную часть произведения проиграть, можно её здесь. Более мажорную можно подать уже звук в этой части струн. Это, кстати, относится и к акустическим гитарам эстрадам, где натянуты металлические струны, и к акустическим классическим гитарам, где натянуты карбоновые или нейлоновые струны. Вот как и в моём случае. Теперь относительно того, где извлекать звук, мы с вами уже разобрались. Это первый нюанс, первый совет. Большей частью можно играть здесь. Второй совет. Каким образом располагать кисть и пальцы левые руки? Не буду сейчас углубляться во все артезианские глубины, как лучше и так далее. Логика нам о чём говорит? Что если мы будем звуки извлекать вот таким образом, по касательной, да, то звук будет не таким чётким, как если бы мы извлекали звуки под углом 90 градусов. Поэтому даю рекомендацию, которую вы можете прямо сейчас применить. Главное, чтобы у вас была с собой ручка или карандаш рядышком. Смотрите, что вы делаете. По диаметру угол 45 градусов, по диаметру резонатарного отверстия, под углом 45 градусов относительно струн, кладёте карандаш или ручку, и пальцы располагаете вдоль ручки следующим образом. Значит, большой палец у нас будет играть, соответственно, по басовым струнам. Указательный будет стоять на третьей струне, средний на второй и безымянный на первой струне. Вот. Если вы так вот вместе с ручкой пальцы поднимете, они у вас будут выстроены в одну линию. И вот этим образом располагаете пальцы. Вот как лучше всего извлекать звуки из гитары. И стремитесь к тому, чтобы пальцы дёргали струны как можно более приближены к углу 90 градусов. Тогда звук будет наиболее чёткий. И, конечно, старайтесь, чтобы у вас локоть не был поднят здесь. Всё, чтобы было естественно, чтобы рука отдыхала, и вы извлекали звуки таким образом. Это два совета, две рекомендации, которые хотел я дать в этом видео. Спасибо вам за просмотр. Если видео показалось полезным, обязательно ставим лайки. Если ещё не подписаны на канал, подписываемся. До новых встреч в новых видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok